Привет всем участникам Школы Человек Будущего, Homo Futurus. У меня в гостях Федя, который делает фильм «Ключ к мечте». Многие спрашивают, что за формула ФА. Расскажите, пожалуйста, подробнее, в чем она измеряется, можно ли получить такой навык, для чего она вообще нужна. Как мне посоветовали участники Школы Человек Будущего, значит, это же есть сознательное моделирование бессознательных механизмов мозга. Молодцы. Если бы не наша Школа Человек Будущего, Homo Futurus, я бы сам это не додумался, честное слово. Красиво. Красиво, правда? Красиво. А теперь я скажу, во-первых, это открытая часть, закрытую часть пока я не говорю. И пока она закрыта. Значит, в открытой части. В каких областях вот этот вот механизм сознательного моделирования бессознательных механизмов мозга? Это в частях обучения и в частях, значит, поиска решений. В условиях неопределенности, в ситуации жестких временных ограничений. Ну, когда мозг мечется, ищите решения там, где деньги найти, как хлеб купить там, как, допустим, от вируса вылечиться или, допустим, как встречу провести, как кино там сходить. Ну, короче говоря, в любом поиске, когда вы находитесь, мозг, оказывается, работает именно по этому механизму, который мы сейчас сознательно научились моделировать. Мы научились моделировать сознательно бессознательный механизм поиска решений и бессознательный механизм обучения. Обучение, как говорится, мать учения, это повторяй, да, как это? Повторяй, мать учения. Повторяй, мать учения, да. То есть у нас есть два цикла в мозге, которые здесь моделируются. Вот смотрите, как интересно, да. Например, когда вы моделируете это с помощью синхрогимнастики по методу ключа, на физическом уровне, вот эти вот бессознательные механизмы мозга, то вы, по существу, развиваете свой интеллект. Он сам развивается, потому что что там у нас в первой части? Принцип подбора путем подперебора по критерию минимального усилия, то есть по скорости автоматизации начатого действия. Вот несколько задач вы решаете, например, рукой так делаете, они альтернативны, а этой рукой так, а головой вот так, то есть это все задачи альтернативные. То есть синхрогимнастика по этому критерию, по скорости автоматизации начатого действия, поэтому называется это полизадачность такая, когда много задач, конкурирующих задач, когда эти задачи актуальны и в то же время вы перебираете эти варианты. Принцип подбора путем перебора по скорости автоматизации начатого действия, то есть тех, которые легче вам делать и как вам легче делать, то есть это ваше. Таким образом получается формула ФА, формула автоматизации начатого действия по скорости автоматизации, да? Ну а там Валерий Брашко, там у нас в школе, привет, он говорит, формула Али, формула ФА. Ну это, ну конечно, спасибо большое, Валерий, но с другой стороны... Звучит? Не, она звучит и звучит, но мне хотелось сейчас сказать о второй части. А вторая часть, это как раз эти обучения, повторение мать учения. Это когда мы делаем разгрузку, например, повторение движений. Повторяемые движения снимают напряжение, ну как мама ребенку качает, я много раз об этом говорил. Или когда вы ходите туда-сюда, там по комнате, или там в дочке живете, ну снимают напряжение. Ну вот теперь мы соединяем это одно с другим, и получилось, что те, которые в разгрузке получили, вот это состояние облегчения, психотравм, там вышли на состояние легкости, о боже, как легко стало, два месяца страдал или страдала, переживала, а когда переживаешь на фоне повторяемого действия, ну там методика, там методика, там есть нюансы, это надо специально показывать, мы это на вебинарах делаем, вот. Ну, выходит на состояние такое, и вот формулу ФА показали, а он мне говорит, слушай, да это же я раньше испытывал тоже, когда у меня очень хорошее настроение бывало, или когда я разгрузку сделал так хорошо, на ноль выходил, когда вообще как пустота, легкость такая. А это то же самое мне дало за две минуты. Так вот, в том-то и дело, что формула ФА, то, что вы раньше могли сделать, там, за 15 минут, за 20 минут, а в йоге, например, вы 45 минут, там, или медитацией занимаетесь уже два года, формула ФА любому человеку дает возможность сделать десятки, а иногда и сотни раз быстрее. И вырабатываете у себя навык, чтобы вы потом могли в любой ситуации, в любом месте, быстренько уже в уме ее прокрутить, сначала, как бы, на физическом упражнении, на этом уровне синхрогимнастики. Да, она уже на школе, в школьном учебнике Матвеева для 10-11 классов в России, да, синхрогимнастика. А теперь, в общем, формула ФА. То есть, навык можно получить сразу это состояние, вызвать у себя, да? Для решения любого вопроса. Либо ты решаешь вопрос, как тебе лучше спать, либо ты решаешь вопрос, как тебе лучше экзамены и вес давать. Либо ты решаешь вопрос, а как же тебе вот скоро каникулы кончаются, опять выйти в школу, да? И встретиться там с директором, или с заучем, или с подружкой, с которой ты поссорилась, и ты уже начинаешь неначать. А ты взял, сделал ее и сделала две минуты. Приходишь оттуда в прекрасном настроении, и уже можешь в своей голове сложить вот эту идею, что ты придешь в школу через неделю, встретишь завод, да, или там подругу, да, и у тебя будет хорошее настроение. А раньше она у тебя в голове не складывалась. А теперь, когда по формуле ФА, ты делаешь конкурирующие действия по критерию скорости автоматизации нашего действия, ну, это многозадочность, там альтернативные, как бы, решаешь этими движениями, моделируешь вот эту структуру процесса мозга, и ты уже можешь сложить в своей голове ранее нескладываемые вещи. Я не знаю, насколько это понятно. Понятно, в принципе. То есть, ну, это надо дома это делать, да? Ну, дома это сделать, конечно, две-три минуты. Люди подумают, что им безумие. Не, ну, это же такая же физкультура. Ну, ты же физкультуру не будешь делать на собрании. Ну, конечно, дома. Это даже синхрогимнастика. Это синхрогимнастика. И все правила для синхрогимнастики такие же, как для любой физкультуры. Только синхрогимнастика быстрее, проще, доступнее. И это как раз-таки принципы индивидуального подбора упражнений для массовой школы. Да. Когда все люди разные, но есть критерии, правила, принципы, приемы новые. Когда вы подбираете именно для себя. Поэтому называется синхрогимнастика, потому что синхронные к вашему текущему индивидуальному состоянию. Я хотел покороче говорить, опять длинно получать. А у меня тоже вопрос еще. То есть, делать нужно столько, сколько ты сам считаешь, сколько дел. Об этом. Мы как раз-таки проводили открытую ламан-трансляцию сейчас. Можно туда выйти, позже запись висит. Там называется новая модель адаптации к стрессу и к перегрузкам. Она висит, можно смотреть. И там как раз-таки долго-долго рассказывал с примерами, только чуть-чуть показал практику. Ну почему? Потому что эти долгие объяснения с этой стороны, с этой стороны. Я там, ну я так просто рассказывал, что для кого-то может показаться. Так когда же он наконец упражнение покажет? А вот покажу я сразу упражнение. Вы скажете, ну и что? Ну да, увидел, успокоился и ни разу не применил. Потому что помню. Она даже практика. Вот я поэтому и сейчас. Ты мне задал, Федя, вопрос. Как это делать? Так вот, во-первых, онлайн-трансляцию надо посмотреть. Во-вторых, у нас вебинары в школе бывают регулярные. Пожалуйста, выходить на вебинары. Кстати, на вебинары, что интересно, любой человек может выходить в эфир на обозрение всей школы, там в интернете. Задавать любой вопрос, не делиться своими интимными впечатлениями, там, или какими-то проблемами. Это не та психология, не та психотерапия, где надо там докапываться. А как ты жила, как что, с кем поругался, на ком женился, как тебя обманули. Нет, нам это не важно. Потому что все приемы, которые я разрабатываю, они работают на автомате. Сделал, получил результат. Не сделал, не получил результат. Это нейрокибернетика. Ну и насчет книжки я хотел сказать. Сегодня я как раз буду просматривать договорные, присланные из издательства АСТ. «О страха к свободе» книжка. Я вот с Федей сейчас советовался, думаю, может, со школой посоветоваться, какое название «О страха к свободе» все-таки сделать. Или сделать новую модель адаптации к стрессу и перегрузкам. Формула 2. Школы человека будущего. Но Федя говорит это слишком долго. Формула ФА. Формула ФА. Да почему-то я все время говорю о форме ФА. Наверное, какой-то там по Фрейду, как говорится, есть какой-то. Поговорка, да. А потому что есть вторая закрытая часть. Вторая закрытая часть, если вот что нужно. Ну там некоторые уже звонят, просят вторую закрытую часть. Я говорю, слушайте, вы сначала первые. Когда будет вторая закрытая часть? Она будет… Я не могу ее давать, не видя человека, потому что она может такое давать развитие. Мы же занимаемся тем, что мы обучаем людей изобретать, переводить энергию стрессов от любого случая в свои новые достижения. Чтобы человек, вот например, у него психотравма, он переживает, чтобы он мог это переживание сделать, как материал для шедевра. Ну это вот как использовать энергию стресса в собственных интересах. Это же вообще 21 век, это вообще суперские вещи, такого никогда еще в психологии не было написано. Ни один психолог этого не знает. А мы, так собственно говоря, в данном случае, и не психологи. Пусть психологи занимаются своими делами, психотерапевты своими делами. Я психофизиолог, врач, психолог, философ, писатель, художник и так далее. Поэтому междисциплинарно я придумал, как это делается. Потому что в самых разных областях я смотрел одни и те же закономерности и их и сформулировал. И я бы сам не сформулировал, если бы не наша школа, человек будущего, который мне активно помогает. То есть мы в сотрудничестве это делаем. Имена я сейчас не называю, потому что я бы много имен сейчас назвал. Ну, Валерий Брошко сказал правильно, что это сознательное моделирование бессознательных процессов. Я добавляю в моменте поиска решения и в моменте обучения. Эти механизмы работают. А что касается методически, как это правильно делать. Это вебинар. Приходите на вебинар. Объявление у нас всегда висит на стене ВКонтакте, на моей странице, на Фейсбуке, на моей странице. Посмотрите все-таки фильм старый, который Федя делал, ключ к мечте в Ютубе. Для базы. Ну, чтобы сравнить, что тогда было и сейчас, уровень, какой взлет. Благодаря нашей школе, человек будущего, благодаря нашим участникам, за такой взлет большой. Потому что мы там учимся понимать друг друга. У меня там, я сформулировал, мы не живем в головах друг у друга. Поэтому мы учимся правильно выражаться, правильно понимать. Да, и еще я там выразил, что когда сходятся желания, открываются наши возможности. Ну, много там чего хорошего. Ну, и самое главное, сохранить себе человека. Потому что в наш век, когда наступают кризисы, да, и в наш век, когда человек теряет работу, потому что идет нашествие искусственного интеллекта, самое важное, понять, чем человек отличается. А мы там как раз таки и занимаемся. Чем же человек отличается от искусственного интеллекта? А тем, оказывается, что роботы не умеют делать открытия, да, и не могут делать шедевры, да. Вот это только человек может делать. Почему? Потому что человек может в трудный момент, когда у него есть противоречивые задачи, парадоксальные, например, как в упражнении по формуле 2, он может, у него мозг самоорганизуется на более высокий уровень, когда эти противоречия для него уже не противоречия. Вот суть формулы Фа. А методически как это делается? На вебинарах, пожалуйста, скоро будет вебинар, практически. И там выходите, мы будем работать, и кто-то, у кого-то что-то получается, поделится, у кого не получается, задаст вопрос. Чем больше вопросов, тем лучше. Опять долго говорю, да? Хорошо. Ну хорошо тогда. Мы что, объявляем конкурс на название книги, оставляем как старый вариант, чтобы он был, как мы тогда обсуждали, от страха к свободе, или формула Фа человека, школы человека будущего, или новая модель адаптации к стрессу и к перегрузкам, ну или сложить это все, вот как, ну... Как-то, да, чтобы гармонично все сложить. Ну да, но одно название какое-то должно же быть там. Должно. Ну, посмотрим. Мы хотим, чтобы название не трогало психологов, это не та ниша, это не та ниша, это психологи, которые есть, миллионы психологов, они того, о чем мы сейчас говорим, не знаем, о том, что мы сейчас говорим, нигде не написано, ни в одной теории психологической. Приближения есть какие-то, но нету этого, о том же, о чем мы сейчас говорим. Поэтому надо придумать такое название, чтобы любой ребенок, который хочет быть суперменом, и любая девочка, которая хочет быть принцессой, увидела на полке книжку и поняла, что она для нее. Ну, посмотрим. До встречи, друзья. До встречи. До встречи.